1 декабря в государственном Кремлевском дворце было жарко, глаза слепило от неимоверной красоты нарядов и блеска звезд, получивших золотые граммофоны. Когда твоя песня звучит на русском радио и за нее голосуют, и она долго звучит на русском радио, потом становится хитом, что надо еще артисту? Это самая желанная премия для артиста, для музыканта, потому что это признание, творчество песни. 17-я церемония вручения наград от русского радио собрала лучших из лучших, и счастье тех, кто получает награду впервые, было сравнимо с новым рождением на небосклоне шоу-бизнеса. Это наш первый золотой граммофон, и очень хотелось бы, чтобы он был не крайним, не последним. Этот граммофон особен, для меня это какая-то новая ступенька в моем творчестве. И все же большинство селебрити уже неоднократно держали в руках желанную награду. А интересно, притупляется ли чувство гордости с каждым последующим граммофоном? Нет, это так приятно, вы знали бы, как это приятно. Я не считаю, если я их получаю, я радуюсь, у меня эйфория, но я не знаю, сколько у меня наград золотой граммофон. Наверное, это третья. Притупляется чувство счастья? Нет, нет, наоборот. Десятый, десятый. Огромное счастье. Ну, для меня двенадцатый, вот, то, что у меня был небольшой перерыв в отношениях с золотым граммофоном, но зато он за эти годы, пока был перерыв, изрядно потяжелел. И действительно, не только потяжелел, но и полностью преобразился. Всемирно известный дизайнер Карим Рашид создал принципиально новый золотой граммофон. Первый граммофон был малюсенький совсем, и даже не позолоченный. Потом они были позолоченные, но со стеклянным дном. Вот, а теперь это огромная труба, которую, мне кажется, не всякая девушка удержит. Каким будет граммофон в следующем году и насколько изменится список лауреатов, пока можно только гадать. Выбор ведущих для главной музыкальной церемонии года – отдельная кропотливая работа. Пару для уникального Ивана Урганта искали не один месяц. И вот она, Вера Брежнева во всеоружие на сцене Кремлевского дворца. Иван Ургант и Дмитрий Нагиев к восхищенным откликам уже привыкли, даже из уст самых ярких звезд. С выбором ведущих сегодня согласны? Я Ваню обожаю, Диму обожаю, а я не была в первом отделе, я не видела. Для очаровательной Веры Брежневой вести подобные церемонии – процесс пока волнительный. Хотя девушки с такой улыбкой – все по плечу. Я могу проходить за своим золотым граммом? Но некоторые артисты думали иначе. Мне кажется, Брежнева просто красиво, ей не надо ничего говорить, ей не надо быть кем-то, надо просто быть и все. Я не могу сказать, что мне очень что-то понравилось. Я ждал большего, честно говоря. И декорации роскошные, великолепные декорации, а ребята все делают очень скучные. Я не видела, не могу ничего сказать, но вообще я не думаю, что такая прекрасная девушка могла как-то омрачить своим присутствием премию. Совсем скоро в видео-версии золотого граммофона вы сможете увидеть все своими глазами.